Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня будет такое немножко нетипичное для нашего канала видео. Но тем не менее, я хочу записать, может быть, кому-то оно будет полезным, кому-то пригодится, кому-то что-то подскажет, кого-то на какой-то путь правильный наставит и так далее. Речь сегодня пойдет, как вы уже поняли из названия, из превьюшки видео, о таком приложении, как Reserv Plus. Все мы знаем, что почти два месяца назад вступил в силу закон, который обязует каждого мужчину призывного возраста зарегистрироваться, обновить свои данные в этом приложении. Независимо от того, находится он на территории Украины, либо находится он за территорией Украины. Поэтому сегодня мы будем именно этими заниматься. На самом деле я тоже, как и многие, размышлял долго над тем, стоит это делать, не стоит это делать. Выжидал какое-то время, думал, может быть, что-то изменится. Хотя что может измениться? Типа отменят закон или что? Глупо, наверное, такого ждать. Поменяется что-то в лучшую сторону, поменяется что-то в худшую сторону. Хотел посмотреть за этим процессом, как происходит, как это делают другие, какие последствия это влечет. А потом сел так и подумал, от чего переживать. Во-первых, этого требует закон. И мы стараемся делать все, чего требует закон. Все по закону, как говорится. Никаких обманов, никаких отступов, никаких мошенничеств и так далее. С территории Украины мы выехали абсолютно законно. В частности, я выехал абсолютно законно. Сейчас нахожусь в Германии абсолютно на законных основаниях. Поэтому, по сути, переживать-то особо мне и нечего. Стоит переживать, наверное, тем, кто, как говорится, выезжал с территории Украины посредством переплыва реки Тиса или еще каких-то подобных способов. Ну, в большинстве случаев всем мужчинам нечего бояться, которые находятся за территорией Украины. Тем более, по сути, это ничему не обязует. Вы просто обновите те данные, которые и так уже, скорее всего, в военкомате есть про вас. Потому что, как минимум, в школе вы, как это правильно сказать, регистрировались в военкомате. Вот, поэтому там и так все данные о большинстве мужчин нашей страны и так есть. Разве что, если с момента того, как последний раз ваши документы были в военкомате, поменялось ваше местожительство или, ну, скорее всего, поменялся номер телефона, либо появился, в принципе, только и всего. Поэтому ничего сверхъестественного вы там не напишите в этом приложении. И ничего сверхнового они тоже о вас не узнают. Но, тем не менее, это стоит, наверное, делать. Потому что, как минимум, не обновление данных в этом приложении влечет за собой кучу штрафов и всяких негативных последствий. Поэтому, наверное, стоит это сделать. Тем более, если у вас есть в планах рано или поздно вернуться в Украину. Если вы не собираетесь возвращаться, как говорится, оборвать все связи с Украиной и остаться, жить за пределами ее. Ну, не знаю, тоже сомнительный, как по мне, вариант, но менее опасный. Не буду дальше разглагольствовать. Сразу приступаем к приложению. Сразу говорю, у меня этого приложения даже нет. Заранее я ничего там не смотрел, не устанавливал и так далее. Все делаем с вами в режиме реального времени, вплоть до того, что даже сейчас буду скачивать при вас это приложение. Вы увидите демонстрацию экрана, поэтому все мои шаги, которые я буду делать, все документы, которые они там требуют. Я даже не знаю, что они там требуют. Может, сейчас придется там за паспортом идти или еще что-то. Все это вы увидите. Скажем так, будет маленький гайд по регистрации и обновлению данных. Поехали! Так, для начала мы заходим в App Store. Пишем в поиск. Резерв. Резерв плюс. Есть такой. Загрузить. Все, появился у нас Резерв плюс. Министерство обороны Украины. Разрешить, конечно же. Будут присылать нам какие-то интересные уведомления. Привит. Чтобы отримать військово-обликовый документ, придите три швидкие кроки. Распочата. Будем... Приватбанк. Не надо нам такое. Так, вхід в Приватбанк. Необходимо ваша зона. Отписать, подтвердить, чтобы надать зону в группу обстановленных данных. Підтвердить. Теперь у нас требует... Будь ласка, подтвердить ваш мобильный номер. Терапиры, терапиры. Так, это мой номер. Так, это мой номер. Будь ласка, подтвердить вашу поточную адресу проживания. Одесская область. Оновиты. Вот сейчас мы там не проживаем. О, ваша адреса проживания. Я проживаю за кордоном. Конечно же. Правильно? Мы живем... Тут же не спрашивают адрес вашей прописки. Здесь спрашивают, где вы живете. В данный момент мы живем за границей. Оберите страну. Шукаем. Краину. Немеччина. Немеччина. Область. В Немеччине нет областей. Хорошо. Пишем. Баден Юнтерберг. Баден Юнтерберг. Трубайте такое слово, я даже выговорить его не могу. Так. Место. Есть место. Вулица. Номер будинка. Номер квартиры. У нас не квартира, у нас будинок. Оновиты. Будь ласка, подтвердите контактную email адресу. Оновиты. Пишем свой email. Точка ком. Так, чекаем на код. Код пришел. 79 413. 79 413. Оновиты. Переверьте та подтвердите ваши данные. Номер мобильного телефона. Адреса проживания. Email адреса. Так. Кстати, будьте внимательны. Я смотрел там одно видео. Если вы заполняете адрес английскими буквами, так как в оригинале адрес пишется латиницей, то приложение его не пропускает. Нужно именно на Кирилле это писать. Так, у нас все подходит. Підтвердите. Дякую, что оновили данные. Ваша ответственность приклад инших. Придумайте код 4 цифры. Уже приходят уведомления. Запад на вновлення. Оновили. Есть. Чтобы входить до застосунку за скануванием обличия. Дозволите. Дозволите. Утримаю информацию из реестра. Зачекайте, будь ласка. Интересно, сколько ждать надо долго или недолго. А, это получается все. Я уже все данные ввел. Больше ничего не требуется. О. Резерв плюс висково-убликовый документ. Дата народжения. 31. Научмед 19. Паршо. Подходит. Завалевский Михайло Юрьевич. Отлично. QR-код. А зачем нам QR-код? Кому я его должен показывать? Ну, ладно, пусть будет. QR-код Disney до 04.07.25. Отлично. Так, что у нас здесь есть еще? Три точки. Полная информация. Завантажит и PDF. Это, я так понимаю, если хотите вывести документ, распечатать, куда-то отдать или показать. Оновитый документ. Выправите данные онлайн. Доброе. Подивимись. Полная информация. Висково-убликовый документ. Завалевский Михайло Юрьевич. На облику. Дата народжения. Три точки. Даже идентификационный код. Оно само все подтягивает. И получается, я же ввел только адрес. И все. ТЦК, ТСП, Одесский региональный территориальный центр компликования. Та социальной поддержки. Ну, все. Вроде бы совпадает. Так, что у нас тут вообще в меню есть? В меню сповещения. Питания та ответственность. В отправе, тынлайн. Данное влаштование. Выйтик. Проведение номера пристрою. Служба поддержки. Сповещение. Данный регистр оберег. Отриманный військовый облик. Документ уже доступный. Забыл, да? Ну, все. Здесь будут уведомления у нас. Ну, все, ребят. Получается, я обновил данные. И ничего, оказывается, страшного. Пока еще военкомат не едет. Повестка пока еще никакая не пришла. Поэтому посмотрим. Если появятся какие-то изменения, какие-то уведомления, обязательно об этом расскажу. Ну, возможно, в нашем телеграм-канале, кстати, на который не забывайте подписываться. Там много интересного выходит. Даже та информация, которая в основные ролики на YouTube не попадает. Такая коротенькая, промежуточная, скажем так, на телеграм-канале обязательно будет. Вот поэтому даже если получу какую-то там повесточку, либо какое-то интересное уведомление с этого приложения, обязательно я это опубликую в нашем телеграм-канале. Поэтому обязательно сканируйте QR-код, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и будете в курсе всех событий. Ну, а тем, кто досмотрел видео до конца, огромное спасибо. Подписывайтесь на наш канал. У нас на канале много интересного о нашей жизни, о нашей жизни в Германии. Также еще раз напомню, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наши социальные сети. Ну, а пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok